В Кировском театре на Спасхой полным ходом идет подготовка к новому театральному сезону. Откроют его необычно обменными гастролями с пермским тюзом. Кроме того, в ближайших планах большой фестиваль для самых маленьких зрителей, который пройдет в Кирове с 21 по 23 октября. Специально для этого фестиваля трупы готовят новую премьеру «Сокровища лесных эльфов». На репетиции спектакля побывала Анастасия Войнолович и Денис Тружков. Повсюду звуки. Это такие финские стихотворения-сказки, или как автор Риетто Неемели их определяет, сказкотворение. Это такой изобретенный ею жанр. И мне они показались безумно интересными, потому что ей удалось написать такие истории, как будто бы сочиненные действительно маленьким ребенком. И вот этот вот странный набор из очень реальных вещей, которые окружают нас в комнате, фантастических троллей, эльфов из сказок, из каких-то там неожиданных, иногда даже таких детских, абсурдных скороговорочек, словечек. Из всего этого получается такой вот странный котел, сказочный, по которому очень интересно сочинять свои театральные истории. Это своеобразная водная экскурсия в мир театральной фантазии. Спектакль готовят на малой сцене театра. По мнению режиссера, малышам в большом зале может быть дискомфортно. А здесь вместе с родителями они могут, не стесняясь, впервые познакомиться с драматическим театром. К примеру готовят специально для Большого международного фестиваля. Кировчане смогут увидеть лучшие спектакли страны, созданные для самых маленьких зрителей. К нам должен приехать один из лучших западных театров для детей. Это называется театр Теллинг из Копенгагена из Дании. И они привезут свой, уже проехавший по всему миру, буквально по всему миру спектакль «Биовульф». Это рассказ для малышей, для самых маленьких зрителей, о главном скандинавском эпосе. Ну а 17 сентября театральный сезон в Театре на Спасской откроют гастроли Пермского тюза. Пермский тюз Михаила Скомарохова – это, конечно, настоящее явление. Это лауреаты всех возможных премий в области детского и просто профессионального театра. Это большая удача получить такой театр на целую неделю, не с одним спектаклем, а с целой обоймой. Анастасия Войнолович, Денис Тружков, Вести, Кировская область.